Калибрующий стенд для испытаний и калибровки инерциальных навигационных систем. Калибровка, да. Инерциальных навигационных систем. Если первокласснику объяснить, это как? Первокласснику сложновато, может, немножко будет. Нет, но калибрует он какой показатель-то? Автономное судовождение? Да, в том числе автономное судовождение, беспилотные летательные аппараты требуют. Любой подвижный объект, для того, чтобы он перемещался по заданному закону, в нем обязательно должна находиться навигационная система. В простейшем варианте это может быть спутниковая система, которая работает по сигналам со спутников. Но лучше, если это будет... То есть раньше не было спутниковых систем, они же недавно появились, да? А раньше были инерциальные навигационные системы, которые работают на основе инерциальной навигации. То есть это навигация, которая не требует каких-то дополнительных источников информации. Это измерение параметров движения с использованием гироскопов и акселерометров. А почему она лучше, чем спутниковая? Потому что спутниковая, она не везде работает. Под водой вы не можете получить сигнал. В густом лесу вы не можете получить сигнал. Под водой по-другому сетенрова. На улице, где стоят высокие здания, вы не можете получить сигнал. Внутри помещения вы не можете получить сигнал и так далее. Кроме того, она дает не все параметры. Сейчас вообще создаются так называемые интегрированные навигационные системы, которые состоят из инерциальной навигационной системы и спутниковой. Они друг друга дополняют. Потому что у одной системы есть одни преимущества, у другой другие. И даже когда спутниковый сигнал доступен, все равно в сочетании с инерциальной навигационной системой мы получаем большие возможности для получения информации о параметрах движения, параметрах местоположения и, соответственно, управления движением этого подвижного аппарата. А это для каких областей применения? Для воздуха, для подводного? Для любого. Для любого транспорта? Да, для любого. Это может быть подводная лодка, это может быть самолет, это может быть космический аппарат, это может быть ракета, это может быть автомобиль, это может быть человек, который находится в таких условиях, что очень важно ему иметь информацию о своем местоположении. Конечно, это не тот случай, когда вы дома сидите или гуляете по парку. А если вы выполняете какую-то там спецзадачу во время спецоперации, то тогда вот такая система, такие индивидуальные, персональные навигационные системы еще не очень широко распространены, но они сейчас активно тоже развиваются. Вообще, навигационная система для такого серьезного подвижного аппарата, как корабль, например, она имеет вот такие примерно вот размеры, вес приличный, то есть ее в карман не положишь. А в качестве персональной навигации делаются уже маленькие такие вот системки с использованием микромеханики. Это, значит, использование технологий микроэлектроники при создании вот элементов инерциальной навигации. Делаются микроакселерометры, микрогироскопы, и тогда навигационная система начинает занимать вот такой вот очень маленький объем и очень маленький вес, и они очень дешевые. Поэтому, ну, у них точность, соответственно, намного хуже. Меньше дешевле и, соответственно, хуже намного. Вот. Если нам не нужно там выводить ракету в космос, то тогда можно ей пользоваться. А если нужно ракету в космос выводить, то здесь нам нужны самые точные приборы, которые имеют довольно большой объем и вес, ну, сравнительно. Вот. И довольно-таки они дорогие, конечно. А точность какая вот сейчас, в принципе, достижима? Навигационных систем? Местоположение? Ну, местоположение это в разных случаях, ну, бывает до сантиметров. Это максимум пока точности, потому что вроде бы есть до миллиметра? Есть, например, инерциальные навигационные системы используются также и в медицине. То есть вот те роботы, которые, или аппараты, которые используются в хирургии, То есть можно дистанционно делать операцию, по идее, да? Да, да. Или, по крайней мере, когда хирург, он там крутит ручку, Но перемещение вот этого инструмента, оно происходит уже с использованием вот этих вот... Вот. А там как раз сложность в чем? Что они должны быть маленькие, с одной стороны, с другой стороны точность вот... Ну, здесь это не местоположение, понимаете? Здесь немножко другая задача. Ну, это не для этого, конечно, да. Вот этот стенд, он создан для того, чтобы на нем калибровать инерциальные навигационные системы. Вот такие крупные... Нет, нет, нет. Вот такие вот на таком. А, матенькие. Да, да. А здесь большие навигационные, большие высокоточные навигационные системы. Здесь очень высокая стабильность скорости вращения. Очень точно она, значит, может остановиться, и в определенном положении. И погрешность позиционирования, она находится на уровне единиц угловых секунд. То есть это очень высокоточная система. И вот мы можем задавать любое движение на ней, поставить туда, на платформочку, на эту, на черную, поставить навигационную систему, и сравнивать ту информацию, которую мы получаем на выходе навигационной системы, с тем движением, которое мы задаем на этом стенде. И таким образом мы видим, насколько хорошо или плохо работает навигационная система. Можем что-то там улучшить, откалибровать и так далее. Сейчас на ней ничего не стесняет.